Новосибирская работница кафе нашла потерянный миллион рублей и вернула хозяину. А в Барнауле ее коллега обнаружил сумку с четырьмя миллионами и тоже вернул. Почему сотрудники заведения не позарились на легкие деньги, узнал Денис Новожилов. Вот так вот. Как можно вообще было это забыть? Дрожащими руками бармен ресторана Кирилл Печенкин открывал барсетку и пересчитывал купюры 4 миллиона рублей. В ту смену молодой человек вышел поработать официантом, как никак в дополнительный доход. После ухода посетителей убрал со столика, поправил приборы и заметил сумочку. Незамедлительно по дисконтной карте заведения узнал номер телефона клиента и позвонил. Кирилл признается, мысли оставить деньги себе даже не возникало. Дело не в камерах видеонаблюдения, дело в принципе в сумме денег и как бы в честности. Ну, я стараюсь быть честным, честно. Конечно, как бы, ну, шутку мысли так возникали, вот между как бы нашими коллегами и прикалом. Хотел, да, оставить, хотел. Вот, и комментарии, да, там пишут, что как бы зря не оставил. Ну, я не жалею, как бы, не мое, и надо будет вернуться. Надеюсь. Мы подсчитали, на 4 миллиона рублей Кирилл Печенкин мог купить себе добротную двушку в центре Барнаула, приобрести свежий Мерседес ЦЛС 400 или, например, полгода отдыхать в одном из самых дорогих пятизвездочных отелей Канарских островов. Барнаульский бармен пофантазировал и вернул деньги. Говорит, со временем хочет открыть собственный ресторан и пятнать свое имя было бы ошибкой. Ответственность за забытые, утерянные или оставленные без присмотра вещи администрация не несет, но в Новосибирском кафе доказали, что в нем упало, вовсе не пропало. Примерно 30 своих месячных зарплат после вечеринки нашла бармен Инга Швабинланд. Пакет, в котором находилось 900 тысяч рублей, в кафе оставил предприниматель. Явно не чаевые. Поняла 22-летняя девушка и почти сразу звонок от хозяина денег. Очень обрадовалась, он очень переживал, что не найду, но я поняла, что это очень какой-то важный пакет, даже не подозревала, что это может быть. Завтра вы находите уже 2 миллиона, и не рублей, а долларов. Вы тоже как видите? Да. Забирать деньги забывчивый предприниматель приехал с букетом цветов. Инга, которая живет в съемной квартире, говорит, всегда поступает честно. Ведь неизвестно, какой ценой утерянные деньги достались человеку и для чего предназначены. Да и вообще в их заведении правило «возврат обязателен». Ингу я похвалил, потому что она абсолютно правильно сделала. А факт вот этой разрушившейся какой-то шумихи, ну, вот он как раз удивляет. Ну, то есть я не очень понимаю, в чем здесь какая-то сенсация. Человек поступил честно, о, господи, как это, наверное, удивительно. Истории, когда в заведениях общепита клиенты оставляют свои вещи понесколько за смену. А находке следует сообщить руководству бара, а потом передать ее в органы местного самоуправления или в полицию. Об этом гласит Гражданский кодекс Российской Федерации. Если за шесть месяцев владелец вещи или денег не объявится, по закону они становятся вашими. Утаить информацию о находке, потратить все на путешествия, автомобили и дорогие рестораны – не лучшая идея. Хозяин забытых ценностей может потребовать вернуть их через суд. И тогда роскошная жизнь сменится тяжкой работой за долги в том же общепите, например. Денис Новожилов, Андрей Скрипелев, Сергей Хворенок. Вести. Дежурная часть.